Голгоф — это то место, где всякий человек, приходящий к Богу, отпретает новую жизнь, спасение. Там, на Голгофе, у человека меняются свои ценности. Я родился и вырос в Азербайджане, абсолютно неверующей семье. Когда-то в своей жизни, учащийся в школе, я прочитал у Островского знаменитые слова «Жизнь свою надо прожить так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы». Я хотел иметь счастье, как многие люди, авторитет, радость, карьеру. Мои родители были очень состоятельные люди, отчим мой был известным криминальным авторитетом, все его окружение. Я помню, как мне когда-то было сказано, если хочешь быть счастливым, ты должен жить так, как мы живем. Я увлекся спортом, начал заниматься боксом. Сначала это было детское увлечение, потом, чем дальше я занимался, я понял, что это моя жизнь. Я хотел построить себе карьеру, свою будущность. У меня были хорошие успехи, хорошие перспективы. Но вот начались военные действия в Закавказье, и многие молодые люди, такие как я, не разбираясь ни в возрасте, ни в чем забирали на передовую. Моего друга однажды забрали, и он больше не вернулся. Обстановка была очень тяжелой, нам пришлось переехать в Белоруссию, где я сегодня живу. Но я продолжал свою жизнь, я хотел строить себе карьеру, будущность, я продолжал заниматься, хотел быть известным человеком, авторитетным. У меня было все хорошо, но счастья я не находил, о котором я так мечтал. Вроде все, видимо, было хорошо, но друзья, компании, они абсолютно не давали мне счастья. Однажды я повстречался с верующими людьми, которые пригласили меня на богослужение, и я пришел, послушал, первый раз в своей жизни увидел молодых людей, молодежь, детей, взрослых, и мне так было интересно, неужели вера в Бога не только для пожилых людей, но и молодые веруют. Это было прекрасно. Я иногда посещал собрания, в церкви начали молиться за меня, как я потом узнал. И вот однажды в зимний вечер, в зимнее утро, когда мне было особенно тяжело, я пришел в дом молитвы, сел на последнюю лавочку и слушал проповедь. Я был в молитвенном доме, но мысли мои были за стенами молитвенного дома. Я думал о себе, о своей будущности, но и хотел быть счастливым и иметь радость. Закончилось богослужение, и вдруг вперед вышел пастор церкви и говорит, кто хочет сегодня обрести счастье, спасение и радость жизни, смысл жизни. Я стоял как истукан, у меня были свои мысли, и вдруг мимо меня прошел мужчина крепкого телосложения, он упал на колени и стал просить у Бога прощения. И вдруг нечто со мной произошло, состояние, которое никогда не ощущал в своей жизни. Я услышал стук сердца в своем и голос Иисуса Христа. Сын мой, сердце мне свое отдай. Ты хочешь быть счастливым, я готов тебе до счастья. Но другой голос, голос врага душ человеческих, ясный, четко мне сказал. Ты хочешь покаяться? Зачем тебе это нужно? Ты молодой, у тебя все впереди, будущность, и зачем тебе преклоняться перед кем-то и просить прощения? Очень тяжелая была борьба. Я повернулся для того, чтобы идти, но к своему ужасу понял, что не могу сделать ни одного шага. Мои ноги как будто были прибиты огромными гвоздями, но в этот момент божественная сила мне помогла. Я не вышел, я выбежал, упал на колени и плакал, хотя никогда не признавал слезы. После того, как я поднялся, на моих глазах были слезы, люди все кругом плакали. Я не понимал, что со мной происходит, но в этот момент я почувствовал покой и мир в своем сердце. Я понял, что Христос вошел в мою жизнь, поменял мои ценности и дал мне спасение. Там, на Голгофе, я обрел свое спасение. Об этом я хочу петь с песнью «У креста положу свое сердце, как розу». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Божьей крови, Божьей крови ручьи, что еще поднести? Я могу тебе, Боже, затаили свой ход мироздание часы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты мне жизни дороже, мой Господь дорогой, Мир скорее гляди. И пронзенной рукой подними мою розу, Мое сердце, Господь, положи на груди.